Всем привет, с вами Reborn и вы смотрите Reblog. Сегодня у нас пойдет речь о фильме, который я ждал уже довольно продолжительный промежуток времени. Года два, наверное, после того, как вышла первая часть. Но я думаю, вы поняли, что речь идет о фильме Оно 2. Перед походом в кино я решил освежить память и пересмотреть первую часть, чтобы вспомнить, какие там события происходили. Ее я тоже смотрел очень давно еще в кинотеатре, мне она тогда жутко понравилась. Была просто великолепная атмосфера, молодые актеры отыгрывали свои партии просто на высшем уровне. Все мне очень зашло, особенно, конечно же, Клоун Пеннивайз. Фильм я пересмотрел и у меня остались такие же точные впечатления. Я его еще к тому же смотрел ночью, было немножечко жутковато. Конечно, бы я не назвал первое Оно каким-то ужастиком, скорее всего, триллер и мистика, но некоторые моменты все равно нагоняли на меня малюсенькую жуть. И когда я шел в кино, у меня были очень такие хорошие ожидания, я надеялся, что фильм как минимум будет как первая часть. И в принципе, мои ожидания практически оправдались. В некоторых моментах чуть больше, в некоторых моментах чуть меньше. Ну и давайте же поговорим обо всем этом немножечко по порядку. Фильм продолжает историю первой части. Прошло 27 лет, как вы поняли, и главные герои повзрослели. Они уже забыли про клятву, которую они давали в предыдущей части, потому что они свалили из Дерри и попытались все это забыть. Но оно возвращается, и им все-таки придется собраться вместе, чтобы предотвратить еще больше смертей. Расскажу сразу об одном так бы как бы минусе, потому что для меня это в принципе минусом не является, потому что я ужастики не очень люблю. Именно потому что, когда я их смотрю, жутко боюсь. Представьте себе, есть такие люди, которые при просмотре ужастиков боятся. Да, я один из них. Так вот. Ну это, так же как и первая часть, совсем не ужасы. Были некоторые бумоменты, на которых я вздрагивал, правда, походу в кинотеатре я был единственный, кто на них вздрагивал. Немножечко стыдно. Да и вообще, фильм как-то не изобилует какую-то жутью. Он пугает в принципе только как раз-таки бои-эффектом и саспенсом. В принципе, когда смотришь кино, думаешь, вот сейчас вот, наверное, будет страшно, выпрянет какой-нибудь клоун, либо голая бабушка, там была такая, кстати, и тебя она испугает. Готовишься к этому, но все равно как-то не по себе. Возможно, я просто такой чувствительный. На этом минусы заканчиваются. И то я бы не сказал, что это прям какой-то огромный минус. Просто, ну, это фильм не ужастик. Так же, как и предыдущая часть, фильм остался трейлером, мистикой и даже в какой-то степени приключения. А теперь давайте пройдемся по тому, что мне понравилось. Как вы помните, в предыдущей части персонаж по имени Ричи отвечал за юмор. Был юмор черный, прошу прощения за мой французский, съебли и матерей и так далее. Здесь это все осталось, и как мне кажется, юмор стал более разнообразный и намного смешнее, чем в предыдущей части. Так же на сеансе ходил со своей девушкой, и мы просто дико угорали над каждым монстром, которого вы там показывали. Пару минут назад, или минуту назад, я говорил о том, что бои-эффекты были страшные, я от неожиданности даже подскакивал. Но когда этот эффект проходил, ты присматривался к этому монстру, и это было настолько смешно и карикатурно, что реально я не смог удерживать смех и смеялся на том моменте, где, казалось бы, человек должен пугаться. Не знаю, может это я такой, и это случалось из-за нервов, но действительно, я очень часто ржал над самими монстрами, они реально были очень карикатурными. Вот это мне тоже очень понравилось, фильм действительно сильно напичкан юмором, и, по-моему, это один из положительных моментов. Также положительным моментом, конечно же, я могу выделить актёров. Все актёры справились со своими ролями просто замечательно. Я уверен, что каждый из вас думал, что Маковой станет, наверное, одним из лучших актёров в этом фильме. Это оказалось так, Маковой реально шикарен, но мне больше понравился актёр Билл Хейдер, который играл, кстати, того же самого мальчика, который юморил на протяжении всего фильма, а именно Ричи. Он действительно в свою роль вписался как улитой, мне очень было интересно за ним наблюдать, и, по-моему, это самый лучший персонаж этого фильма. Конечно же, за исключением Пеннивайза, Билл Скарсгард, но это просто находка. Я вообще теперь не представляю, кого можно было бы ещё увидеть в роли Пеннивайза, но Скарсгард, он просто великолепен и превосходен. Его ухмылки, его ужимки, его смех, хотя даже смех, наверное, у нас озвучивали, и, кстати, дубляж просто восхитительный, особенно у Пеннивайза. Короче, Скарсгард – находка для этого фильма. Я очень рад, что он прошёл кастинг, и его взяли на роль Пеннивайза, потому что действительно он и жуткий, и смешной, и... просто бесподобный. Слишком много воды я провёл на Пеннивайза, но он этого достоин, он великолепен. Следующий положительный момент – это, конечно же, звуковое сопровождение. Там, где нужно было нагнать саспенс, играла тревожная музыка. Там, где нужно было расслабиться, играла расслабляющая музыка. Короче, ОСТ великолепный. Треки подобраны шикарно. Мне очень это всё понравилось. Реально, музыка поддерживала атмосферу во всём фильме. Следующим положительным моментом, ну, это, типа, дополнение к юмору, мне очень понравились все дизайны каждого монстра. Да, в некоторых моментах они выглядели карикатурными, но они реально и пугали, и смешили. Мне очень всё нравится. Правда, немножечко спецэффекты подкачали, потому что как-то... Монстры хоть и классные, но они как-то какие-то картонные. Кстати, ещё насчёт минусов. Я вообще не понял, нахрена здесь вели персонажа Генри Бауэрса. В первой части, если вы помните, его скинули в колодец, и я так думал, и он умер. Здесь он оказывается жив. Его показали всего лишь, наверное, в паре моментов, и как бы он вообще никак не действует на сюжет, и нахрена он там нужен? Непонятно. Как появился, так его и выпилили. Просто бессмысленный персонаж, как мне кажется. Да, конечно же, из-за него как-то немножечко нарастало напряжение, но всё равно, по-моему, он, ну, совсем не нужен. Если в предыдущей части нам его показывали как главного такого Забиаку с поехавшей головой, и это выглядело вполне себе естественно и нормально, то здесь, ну, он нахер не нужен. Кстати, ещё насчёт самого Оно. Нам рассказали предысторию этого персонажа, только я так до конца и не понял, кто он, блин, вообще такой. Если я правильно понимаю, это какая-то космическая сущность, потому что он называл себя пожирателем миров. Если я вдруг неправильно понял, друзья, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, поправьте меня. Просто хочу уже, наконец-то, сам понять, кто же такое этот Оно. Ну и в целом, фильм получился просто восхитительным. Как вы поняли, это совсем не ужастик. Это триллер, мистика, и в какой-то степени приключений. Если вам вдруг нравятся такие жанры, то бегом в кинотеатр, но сначала посмотрите, конечно, первую часть. Если вы думаете, что это ужас, а вы ужасы не любите, друзья, не переживайте, потому что от ужасов здесь только боэффект, и всё, в принципе. Обязательно посмотрите этот фильм, я уверен, он вам зайдёт. Как минимум из-за атмосферы, ну и из-за всех актёров, которые участвовали в этом проекте. Ну и давайте, наверное, заканчивать на этом. Если вам понравился видос, не забывайте ставить под ним лайки. Если вам понравился, ставьте дизлайки, кто же вам будет запрещать. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылочки вы найдёте в описании. Также, кстати, не забудьте подписаться на мой второй канал. У меня там выходят реакции на всякое разное. И выходят они очень часто, так что подписывайтесь. Оставляйте комментарии насчёт моего видоса, насчёт фильма, нравится вам оно или нет. Ну а с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр, всем пока!